Прочитаем несколько стихов из послания к Ефесинам, 4 главы, первые 6 стихов. Ефесинам 4, с 1 стиха по 6. Итак, апостол Павел говорит, «Я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас». Очень много в этих словах, не так ли? Не о всем, конечно, сегодня мы успеем поговорить. Хотелось обратить наше внимание только на один стих, на третий стих. Апостол Павел здесь говорит о том, чтобы мы... Вообще, об основе достоинства нашей жизни во Христе. И вот в третьем стихе он говорит, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. И вот об этом единстве Духа я сегодня хотел вкратце поговорить с вами. Мы много говорили, я уверен, что вы немало проповедей слышали о единстве. Мы часто об этом говорим, что нужно достигать единства, нужно быть едиными и так далее. Но этот стих... Апостол Павел здесь, мне кажется, открывает нам конкретную истину, которая нам может быть очень в пользу. Основание достойной жизни христианина, она действительно заключается в единстве Духа Божьего. Но единство Духа со стороны христианина, оно не созидается, не создается. Я сознательно так говорю, оно не создается. Мы не творим единство, друзья, как мы часто, может быть, мним себе. Мы даже не призваны творить единство. Апостол Павел здесь конкретно говорит, не достигайте единства Духа, а старайтесь сохранить единство Духа в союзе мира. Старательно, мы призваны старательно сохранять это единство Духа. Единство Духа не является плодом наших стараний, друзья. Как бы парадоксально это ни звучало. Единство Духа Божия не является плодом наших стараний. Оно является источником союза мира. Я хочу эту мысль повторить, что единство Духа Божия это источник союза мира, а не плод наших стараний. Я уже процитировал стихи из Евангелия от Матфея 11 главы, с 28 стиха, где Иисус говорит, «Придите ко Мне, все труждающиеся и бремененные, Я успокою вас, возьмите иго Мое на себя, научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Друзья, наша цель действительно войти и пребывать в покое нашего Господа. И этот покой, этот союз мира, это покой нашей души, он как раз и является плодом единства Духа Божьего. И вот апостол Павел здесь также говорит, вот в первых стихах, но об этом может быть в другой раз, о смирении, о кротости, чтобы мы пребывали и сохраняли, старались сохранять единство Духа, то есть возвращались к основе, откуда исходит все, а это в Боге. Брат уже говорил, что многие сегодня очень много говорят о Царстве, о законах Царства, о том, что можно, что нельзя в Царстве и так далее и тому подобное, упуская при этом из виду самого Царя, как будто его нет рядом. А Царство, вот чем мы наслаждаемся якобы. Нет, Господь есть Господь, Иисус есть наш Господь. И вот это учитывать надо, единство Духа. Иисус немало говорил, когда был на этой земле, говорил о единстве Духа Божьего, о единстве, о Его единстве с Отцом Небесным, с Духом Святым. В Боге едины они были. И Он говорит, я хочу, чтобы и вы были едины, как мы. Вот это единство Духа, которое было в Иисусе, которое есть в Иисусе, это есть основа нашего покоя, нашего союза мира. И, друзья, не стоит мнить себе, что мы можем достигать, творить, созидать единство Духа. Мы не в силах этого сделать. Мы не можем этого делать. Мы можем только лишь старательно сохранять это единство Духа Божьего даже в наших сердцах. И вот к этому призывает апостол Павел. Он хочет, чтобы мы сохраняли единство Духа Божьего в нас, потому что Бог вложил этот Дух в нас. И из этого единства Духа будет истекать союз мира. Я хотел, как бы, ответить кратко еще на один вопрос. Как человек, как христианин может, или как вообще человек может найти, познать и сохранять это единство Духа Божьего? И на этот вопрос у меня пять ответов, как бы пять пунктов. И вот эти пять пунктов я хотел бы перечислить. Просто, когда я об этом рассуждал, и мне кажется, вы согласитесь со мною, что именно вот эти шаги, они содействуют к старательному сохранению единства Духа в нас. Первое, через обращение или покаяние от зла к единству Духа Божьего. То есть, мы должны обращаться от зла к единству Духа, к Господу. В Библии мы много находим учения о покаянии. Покайся, обратись. То есть, обращение это получается 180 градов. Что-то, где-то получилось так, что мы теряем единство Духа. Мы не, у нас не получается сохранить его, и мы его теряем. Что-то соблазняет нас. Мир этот, искушения самые разные. И вдруг мы находим себя без покоя в душе, без мира. Что-то отняло это единство Духа в нас, Духа Божьего в нас. И мы в обратную сторону идем. И что Бог нам говорит, как сохранить, это нужно обратиться. Нужно повернуться снова к единству Духа Божьего. И вот это обращение, это проповедь покаяния, в принципе. То, что мы называем по-русски покаянием, то, что по-английски conversion, то есть, обращение мы по-русски также говорим. То есть, когда человек отворачивается от пути греха к Господу, к единству Духа Божьему, это первый шаг на пути нахождения, познания и сохранения единства Духа. Второй пункт. Через прекращение согрешений по отношению к единству Духа Божьего. То есть, мы также сохраняем единство Духа в нас, когда мы перестаем грешить. Очень просто. Вы помните, когда Иисус вообще был на земле, как Он обращался с грешниками? Любил Он грех? Нет. Любил грешников? Еще как. И Он, как правило, это был Его принцип, это было Его существо, когда Он обращался, когда Он видел грешника перед Собою, который, просто которому деваться некуда было, Он прощал и говорит, иди, впредь не греши. То есть, иди теперь, обратись к единству Духа Божьего и сохраняй его, не греши больше. Почему? Потому что грех наш, грехом, греша, мы теряем единство Духа Божьего. У нас его нет. А когда нет, когда мы отворачиваемся от единства Духа Божьего, в нас и нет мира, нет покоя души. Вы видели грешника с покойной душой? Нет. Да и не только нужно, не только стоит смотреть на других, на себя посмотреть. Каждый раз, когда мы согрешали, когда мы грешим, когда мы делаем неугодное Богу, мир, как и не было, покоя, как и не было. Мы, может быть, сумеем еще лицом своим или внешностью показать, как будто все хорошо у нас, но в глубине души нашей мы знаем, там нет покоя, нет того союза мира. Почему? Потому что мы потеряли единство Духа Божьего. То есть, нужно прекращать грешить по отношению к единству Духа Божьего. Третье. Мы сохраняем, мы познаем и сохраняем единство Духа Божьего через прекращение сопротивления единству Духа Божьего. Вы можете сказать, да, Рудина, что-то тут лишний пункт. Грешить и противиться Духу, единству Духа Божьего, ну тут какая разница? Есть, друзья, я здесь в этом разницу вижу. И то, и другое грех, но грешить, это когда вот люди согрешают, там прелюбодействуют, крадут, то есть нарушают заповеди Божьи, говорят нехорошее или другое. Но когда есть еще одно очень-очень противное, когда человек, когда мы теряем единство Духа Божьего, это когда мы в против, то есть в оппозицию становимся, когда мы просто-напросто противимся этому единству Духа Божьего. Хороший пример в Библии мы находим у фарисеев. Вот вы сами подумайте, вот фарисеи это духовные люди того времени, когда Христос был на этой земле, которые читали Библию, как хороший христианин должен читать, как я хотел бы читать. Вы понимаете, как может быть наш пастор Юрий читает, и еще кто-то из нас, но мы, к сожалению, очень часто, ну, недостаточно читаем. Фарисеи читали немало, друзья, поверьте мне. они исследовали Писание, исследовали закон Божий очень внимательно, они время посвящали этому, они молились много, все это они делали. В чем же их проблема была? Грешили, они старались не грешить. Они действительно очень много внимания уделяли тому, чтобы не грешить, чтобы не прелюбодействовать, чтобы не красть, чтобы не правду не говорить и так далее. На все это они обращали очень много внимания. В чем была их проблема? Они стали в оппозицию единства Духа Божьего. Вот единый Бог явился на землю, Христос, Мессия, они в противоположность, они в оппозиции стоят, они не принимают, они отворачиваются, противятся этому единству Духа Божьего. Хорошо-то, фарисеев, хорошо над ними можно поговорить, а мы, друзья, как христиане, может быть, тоже иногда встаем в оппозицию этому единству Духа Божьего. И над этим стоит задумываться, чтобы не быть в противостоянии Духу Божьему. И легче всего это анализировать в себе относительно нашего отношения ко Христу, потому что во Христе Бог явил себя нам. Во Христе мы понимаем Бога. И вот наше отношение ко Христу. Не в первую очередь к Его Царству, а ко Христу, к Царю, к Господу. Это основа. Итак, друзья, мы познаем, сохраняем единство Духа, прекращая противиться единству Духа Божьего. Четвертое, через веру в единство Духа Божьего. То есть, друзья, можно понимать, да-да-да, Бог един, там мир, покой, приходящий к Нему успокоиться и так далее, но верим ли мы в это единство Духа? Верим ли мы в то, что действительно Бог любит, что Бог един, что Он, у Него едино все, что от Него исходит мир, покой душам человеческим? Верим ли мы достаточно в это? Имеем ли мы это дерзновение? Или мы просто говорим на словах? Друзья, верите ли вы, что Христос, приходящий к Иисусу Христу, успокоится душою? И да, большинство из нас, я думаю, скажет да, но еще глубже хотелось бы вникнуть в себя и действительно веровать, иметь дерзновение приступать к престолу благодати, взирая на начальника и совершителя веры, которым является Иисус Христос? Послание к евреям. То есть, вот эта вера, это дерзновение участвовать, пребывать в этом единстве Духа Божьего, это очень важно. И пятый пункт, это сам стих, апостол Павел его красочно и формулирует через старательное сохранение единства Духа Божьего. Старательно сохранять это единство. А что значит старательно сохранять? Ну вот что значит хранить что-то? Это значит не терять, не так ли? То есть, все приложить для того, действительно, все наше старание, все, что мы имеем, наш разум, наши силы, наши способности, все приложить к тому, чтобы не потерять вот это единство Духа Божьего в себе, которое Бог нам в наши сердца вложил, дал нам. Вот этого апостол Павел здесь увещевает. Старательно мы себя не спасаем, друзья, мы не спасаем кого-то через нашу проповедь, нет, нет, нет. Единство Духа Божьего в нас, оно производит, оно является основанием, источником союза мира, покоя душ человеческим, душам человеческим. То есть, вот это основание единства Духа Божьего в нас, вот к этому, не то, что мы должны достигать его, мы должны старательно сохранять его в себе. И когда мы это делаем, тогда действительно плодом будет союз мира. Тогда мы в мире будем пребывать. Друзья, сегодня мы также вспоминаем страдания нашего Господа Иисуса Христа. Таинство вообще в Ветхом Завете мы еще читаем, что жизнь в крови. Да, поэтому в те времена и по сей день многие из нас мы принимаем это как апостолы, дальше передавали День Апостола, мы не едим кровь, например, и так далее. То есть, жизнь в крови, да, это таинство. Это таинство, которое может быть прообразно, я не знаю, не могу объяснить это все, это таинство, но в крови жизнь. И вот, друзья, это единство Духа Божьего, оно явилось нам на этой земле во Христе Иисусе. И кровь, святая кровь нашего Иисуса Христа, она и есть вот эта жизнь в нас. Да, когда мы будем вспоминать и кровь Христа, это мы не принимаем, не пьем кровь, это символы. Но этим самым мы говорим друг другу и всем окружающим, что жизнь Христа во мне, вот это единство Духа Божьего во мне, и я причастен к этой жизни Христа, к этой жизни Господа Бога. мы Его, мы имеем часть в Нем. И вот когда вы будете пить чашу, вспомните это. А тело Христово это прообраз церкви, не так ли? То есть церковь это прообраз тела Христово. И вот поэтому, друзья, в нашей жизни, когда мы живем, когда мы ходим по улице, ездим по дорогам, общаемся с нашими ближними в семьях, в нашем окружении, это мы являемся телом Христовым. И когда мы будем вспоминать тело Христово, принимать хлеб, причащаться именно к телу Христову, вспомним о том, что Бог Иисус, наш Господь Христос, Он хочет, чтобы мы имели часть в этом теле Христовом, чтобы мы были, действительно сохраняли это единство Духа Божьего в нас, и не только духовно, но и физически, чтобы оно отображалось в нас, чтобы жизнь наша показывала это, чтобы люди окружающие нас видели в нас единство Духа Божьего, союз мира, вот этот плод. И поэтому, друзья, Вечеря Господня, или это заповедь Божия, которую мы вспоминаем сегодня и ежемесячно стараемся это делать, это символически говорит о том, мы постоянно все вновь и вновь возвещаем, что мы в единстве Духа Божьего, мы во Христе, мы не сами по себе, сами по себе мы самые ничтожные люди на свете, но в Господе мы имеем мир и покой душам нашим. Так что будем вспоминать нашего Господа, будем пребывать в Нем. И я надеюсь, что мы все запомним вот эти слова апостола Павла. Не созидать, не творить, не создавать единство Духа, а старательно, очень-очень старательно сохранять это единство Духа, не терять его. А каждый раз, когда это единство Духа Божьего в нас теряется, друзья, я вам пять шагов сегодня напомнил, какими мы снова можем найти его и пребывать в этом единстве Духа Божьего. Аминь. Спасибо. Продолжение следует...